Электронный журнал при организации дистанционного обучения из опыта работы. Электронный журнал – это единая система для педагогов, учеников, их родителей, администрации школы с доступом в любом месте, где есть интернет. В настоящее время система электронный журнал обладает техническими возможностями интеграции с различными платформами доступными в сети интернет. Это может быть электронный журнал интегрирован с порталами официальных сайтов образовательных организаций. Электронный журнал является партнером платформы Я-класс. Также в электронном журнале доступна коллекция онлайн-учебников или видеоуроков онлайн-школы Фоксфорд. Какие преимущества платформы электронный журнал? Во-первых, это бесплатное пользование. Все базовые элементы этой системы доступны педагогам, родителям, учащимся бесплатно. Кроме того, информационная безопасность. Электронный журнал предоставляет возможность персональной авторизации каждого пользователя в этой системе. Кроме того, осуществляется техническая защита персональных данных, используемых в электронном журнале. Оперативность, то есть быстрый обмен информацией между участниками образовательного процесса. Ну и, конечно же, доступность. Доступ в электронный журнал может быть осуществлен через любое устройство. Компьютер, ноутбук, планшет. Также доступны приложения на телефон, как для операционной системы Android, так и для iOS. Наша гимназия работает с данной платформой уже пятый год. С чего мы начинали работу? Во-первых, мы добились того, что все участники образовательного процесса, а и по обязательном порядке, и все обучающиеся, зарегистрированы в данной системе. Администратор журнала может проконтролировать этот вопрос, зайдя в раздел «Управление школой», выбрав необходимый класс, и при наведении курсора на фамилию того или другого ученика всплывает окошечко, где написано, ученик зарегистрирован или нет. В случае отсутствия регистрации ученика, классный руководитель берет этот вопрос на контроль и помогает ученику зарегистрироваться в системе. Рассмотрим способы взаимодействия участников образовательного процесса при дистанционном обучении посредством электронного журнала. Одним из вариантов являются сообщения. Как вы видите, электронный журнал предоставляет возможность написать сообщения как отдельному ученику персонально, либо группе лиц или всем пользователям данной категории. Для этого необходимо зайти в раздел «Написать сообщение» и выбрать адресата. Далее в окошке сообщения можно написать ученику сообщение, текст. Например, «Добрый день, Таня!» Напоминаю, что тебе необходимо выполнить работу над ошибками в домашней работе по математике за 10 апреля. К каждому сообщению есть возможность прикрепить файл. Это может быть и проверенная учителем работа с комментариями по тем ошибкам, которые допустил учащийся. Кроме того, электронный журнал позволяет проконтролировать, насколько ученики читают эти сообщения. Если зайти в раздел «Отправленные сообщения», то напротив фамилии ученика, который не прочитал это сообщение, тема этого сообщения будет выделена жирным шрифтом. Следующий вариант коммуникации – это непосредственная запись в журнале темы урока и домашнего задания. Домашнее задание учитель может задать как для целого класса одно, так и персонально, индивидуально каждому ученику. Для этого необходимо выбрать опцию «Индивидуальные домашние задания». И электронный журнал дает нам возможность прикрепить, создать несколько видов различных домашних заданий и выбрать тех учеников, кому вы хотите непосредственно прикрепить определенное домашнее задание. Если мы посмотрим на страничку журнала, когда учитель задает домашнее задание, мы видим, что он может прикрепить к этому заданию? Карточку-инструкцию с пошаговым объяснением выполнения той или иной поставленной задачи. Вот как, например, карточка для ученика начальной школы, где написано строго все пункты, что зачем необходимо сделать, чтобы решить поставленную задачу. Есть указания на то, на что нужно обратить внимание при решении той или иной задачи. Также можно прикрепить видеоурок. Вот здесь показано конкретно, что по какой теме урок и за какое число. Наши педагоги практикуют в своей работе запись видеоуроков, самостоятельно подготовленные и самостоятельно организованные с использованием технических возможностей нашего образовательного учреждения. Как, например, урок английского языка в седьмом классе по теме «Возвратные местоимения». Если вы хотите, чтобы что-то было сделано хорошо, сделайте это сами. Так говорит английская пословица. Тема сегодняшнего урока – «Возвратные местоимения». Начнем с того, с определения. Что такое «Возвратные местоимения»? Возвратные местоимения употребляются, чтобы подчеркнуть, что действие совершено лицом самостоятельно. Давайте познакомимся с «Возвратными местоимениями». I will read it, and you can repeat it with me. The first is myself, himself, herself, itself, themselves, yourselves, ourselves. Или урок биологии в пятом классе по теме «Покрытость семенные растения». Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – «Покрытосеменные растения». Современные покрытосеменные растения произошли около 130 миллионов лет назад от древних волосеменных растений. В настоящее время насчитывается около 250 тысяч видов покрытосеменных растений, произрастающих во всех климатических зонах нашей планеты. Второе название этой группы растений – цветковые, потому что у всех у них хотя бы один раз в жизни образуется цветок. После опыления и оплодотворения из цветка образуются плоды, внутри которых находятся семена. Перед вами представлены разные виды плодов. Вы видите, они могут быть сочные, сухие, односеменные, многосеменные. Как же записать простой видеоурок? Простой способ создать видеоурок – это записать показ слайдов вашей презентации с рабочего экрана компьютера. Но не забывайте, что это довольно быстрый, легкий способ утомить наших учеников при просмотре этого видеоурока. Слайды не должны быть мертвыми. Используйте анимацию, частые переходы. Можно использовать курсор или карандаш для выделения особо важных моментов урока. Можно использовать для записи видеоурока программу OBS Studio. Она бесплатна и довольно проста в использовании. Если выбрать опцию «Начать запись», затем перейти к своей презентации, то можно получить вот такой видеоурок. Запишите, пожалуйста, первый множитель. Запишите под ним второй множитель. Выполняя умножение круглых чисел, помним, что мы умножаем, не глядя на нули. Сейчас мы выполним умножение на 8 и запишем ответы, начиная под восьмеркой. Выполните самостоятельно. А теперь проверьте. Я думаю, что у вас так. Теперь мы умножаем на 6 и записываем ответы под шестеркой. Выполните самостоятельно. Какие преимущества видеоуроков онлайн? Во-первых, возможность просмотра в любое удобное время в соответствии со своими биологическими ритмами. То есть, если у детей некоторые есть совы, которые встают чуть позже, им удобно включать этот видеоурок записи уже после обеда. Если в семье воспитывается два или более учеников, то нужно осуществить очередность просмотра, что не получается, когда идет онлайн-трансляция видеоуроков по расписанию. И эти уроки могут запасть как в третьем классе или, например, в седьмом классе. Кроме того, возможность просмотра этого урока без выхода в интернет, что во время отсутствия родителя очень важно, чтобы ребенок не играл в онлайн-игры или, как говорят, не зависал в соцсетях. Кроме того, есть возможность многократного просмотра видеоурока, фактора более сложных мест и осуществления паузы для того, чтобы сделать перерыв занятий. Все записанные видеоуроки можно хранить в разделе «Библиотека» электронного журнала как электронный ресурс. Если использовать доступ, указать доступ как внутришкольный, эти видеоуроки будут доступны также вашим коллегам из школы и они могут их использовать для объяснения темы обучающимся своих классов из той же параллели. А когда мы детям записываем домашнее задание, можно будет выбрать опцию «Прикрепить ресурс» и журнал нам предложит эти ресурсы и видеоуроки из библиотеки электронного журнала, там, где мы сохраняли наши видеоуроки. Как же осуществляется обратная связь в электронном журнале? Ну, во-первых, при выставлении оценок учитель может написать ребенку комментарий, а именно объяснить, за что снижена оценка, или похвалить за верно выполненную работу. Также в электронном журнале есть опция «Выделить просмотренные родителями оценки». Если учитель выбирает эту опцию, то оценки, которые видел родитель, клеточки закрашиваются в оранжевый цвет, и мы видим, кто из родителей контролирует учебный процесс своего ребенка. Помимо этого, в разделе «Люди», «Педагоги» и «Администрация» может просмотреть, когда и какой пользователь заходил в электронный журнал. Напротив фамилии ребенка будет указано «Был сегодня» или «18.18» или «Больше недели назад». Соответственно, классный руководитель сможет прозвонить этому ребенку и напомнить о том, что ему нужно войти в электронный журнал и выполнить задание. Конечно же, мы используем и другие средства коммуникации для обратной связи, для того, чтобы ребенок мог сфотографировать работу, прислать, а учитель прокомментировать. Умничка, молодец, пять, или выполни еще одно задание. Хочется сказать вам, уважаемые коллеги, большое спасибо за ваш нелегкий, но очень благородный труд. Я думаю, что у нас все с вами получится. Спасибо за внимание.